Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1970 года рождения, воплощенная на Земле. Один, два, три. Пошла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой перво в данном виде, согласно своему эфирному коду. Она? Чуть-чуть микрофон поправь. Хорошо, я даю команды. Есть ли в биороботе Галина еще находятся чужеродные голограммы или копии? Силам его намерения они сейчас выходят и становятся рядом с ней. Один, два, три. Мешает кто-то. Кто-то мешает тебе? Я даю команду. Силам его намерения все копии голограммы, находящиеся в биороботе Галины. Силам его намерения выходит и становится рядом с ее тонкой копией. Один, два, три. Да, будет так. А так и есть. Тонкая копия одна у нее не вышла. Хорошо. И защищаем биоробот защитным потоком из энергии Абсолюта. Берем Галину с защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копией Галины поднимайся в комнату диагностики и будь в ней. Один, два, три. Пошел подъем. А мы здесь. Дракон синий. Он ее захватил всю и крыльями закрыл. И сила моего намерения. Дракон отправляется в клетку тюрьму. Один, два, три. Она дрожит. Копия. Дракон в клетке. Агрессирует? Дракон. Одна голова, две. Голова одна. У нее крылья очень большие. Отлично. Удар 200 тысяч герц дракону. Вольно ему. Но он отвечает. Уменьшаю два раза дракона. Один, два, три. Достаю печать дракона, включая ее на полную мощность. И, Влад, дай ему мощнейший удар на чистоте дракона. Не убивай. Один, два, три. Удар. Паразит. Он не понял, что происходит вообще. Ты пришел на свои похороны, дракон. Я тебе объявляю программу. Ты зашел туда, где человек заявил о своих свободах. Ты интерферентный паразит. И подвижишь уничтожению, как человек объявил в своем манифесте. Ты нарушил манифест. Ты нарушил законы мироздания. Нарушил законы абсолюта. Тебе понятно, почему ты будешь сегодня уничтожен, дракон? Имеешь право. И еще раз. 250 тысяч герц удар. Это он мне говорит. Понял, понял, он понял. Да не понял он ничего, не понял. Я даю команду и все сейчас. Все, что установлено над драконом в биополе, галины, сила моего намерения начинает выходить. Зависает перед ней в воздухе вся энергетика дракона, все подключки чипа и датчики. Безболезненно выходит из биополя, галины наматывается в клубок. Там больше энергии его. Все энергии до последнего микрона. Все энергии выходят. Как отравлены она, его энергии. Ну, сегодня я его отравлю. Моими энергиями. Паразит. Так, и открывается портал. Подожди, подожди. Там что там? Только энергия у него или приспособление нет? Энергии только вышли. Наглотами с клубок синий. А, отлично. Как отрава. Отрава открывается. Под этим клубком портал. В галактической ядровой производим сброс. 1, 2, 3. И я даю команду. На счет 3 сканера начинает сканировать все 7 тонких тел галины. Находят любые чипы, датчики, импланты, конвекторы. Любые сканируют все 7 тонких тел галины. Находят все, выстраивают каналы и притягивают ответственных. Один дракон он, один канал. Так, ну что, когда зашел дракон, считай информацию. Он за ней наблюдает 15 дней, 10 дней он в ней сидит. Он, знаешь же, сзади, вот как сзади и крыльями ее держит полностью все тела. Сковывает. Так, так, дракон. Я смотрю, у тебя большие крылья. Да? Ну давай их уменьшим 2 раза. 1, 2, 3. Уменьшаю дракону крылья. 2 раза. Он кричит. А чего он кричит? Чего ему не нравится? Ты ее обнимал крыльями, а я не хочу, чтобы ты этого делал. Ты не имел права вообще входить в биополе, паразит. Вот с такими крылышками сейчас и будешь ходить по вселенной. Посмотрим, далеко ты сможешь долететь или нет. Сейчас рассинхронизировать надо. И я даю команду, на счет 3 начинается рассинхронизация с энергией дракона. 1, 2, 3. Пошла полная рассинхронизация. До 100%. Дракон забирает все свои энергии. Галина забирает все свои энергии. Полная рассинхронизация. Все нити разрываются. Каждый получает свою энергетику. Готово. Отлично. Хорошо. Прошла рассинхронизация. Давай заправим Галину энергиями, а дракона отправим в галактическое ядро сейчас. Посмотри, сколько энергии нужно Галине сейчас до полного восстановления. Он говорит, не делай ошибку. Какую ошибку? А ты сделал ошибку, когда ты зашел? Я исправляю ошибки, паразит. Я исправляю. А ты их делаешь. Он говорит, что я ее не убивал. А ты хочешь совершить. Хорошо, я тебя по частям отправлю. У тебя устроен такой вариант на твою чистоту? Отдельно крылья, отдельно хвост, отдельно твоя тупая голова, которая не должна была находиться в этом биополе человека. Он говорит, пусть она решит. Если я ее спрошу, она скажет, сбросит тебя в галактическое ядро. Ты хочешь этого? Пожалуйста. Хорошо. Галина, я обращаюсь к вам. Она меня слышит? Да, она слышит. Галина, вы в курсе ситуации, которые... Что вы хотите с этим драконом сделать, которого мы словили в вашем биополе? Он хотел услышать ваше мнение. Она говорит, что очень хотела бы скинуть его в галактическое ядро, но не хочет брать грех на душу. Пусть даст честное слово, что ко мне не подойдет больше. Ой, я смотрю, дракоша, тебе повезло действительно сейчас. И теперь слово за тобой. Что ты ответишь, Галине? Он клянется. Он увидит, что он близко к гибели и дает свое драконе слово. Хорошо, возвращая ему первозданные размеры 1, 2, 3, возвращая ему размеры его крыльев 1, 2, 3. Дракон, я это последний раз от тебя слышал. Если я тебя еще раз в ее биополе увижу, а я узнаю об этом через 10 минут, она мне скажет, я себя чувствую странно. Я тебя вытащу за 10 минут. И тогда ты уже никуда не уйдешь. Он понял. Открывается наверху портал на частоте синего дракона 1, 2, 3. Вышвыриваю его туда, вылетает, закрывая печатание, растворяя. Включаем высоковибрационный фиолетовый луч. На предмет сканирования вытесняем 500 тысяч герц. Всю энергетику, которая могла остаться чужеродная, кроме энергии Галины, твоей и моей. Он улетел и орет. Летит и... От страха или чего? Или от радости? Или он поет? От злости, скорее всего. Да? Его обнаружили. Хорошо. Можете его вернуть назад, Вера? Не, я уже все закрыл. Ну, давай попробуем. Интересно, получится ли это? И еще раз открывается на частоте дракона, куда он улетел 1, 2, 3. Портал. И затягиваем его в клетку назад. С силами его намерения, да будет так, атаки есть. Ну, его как ветром за хвост назад принесло, он нервничает, кричит. Так, дракон, я тебе объясняю, в чем дело. Ты летел по вселенной и громко сильно орал. Я от злости, что тебя обнаружили, а не от радости, что тебе сегодня жизнь сохранили. Я считаю, что ты не понял этого урока. Это моя реакция. Значит, придержи тогда свою реакцию, если я еще раз услышу твои крики недовольные. Я тебя реально отправлю туда, где тебя никто не услышит. Все понятно? Открывается портал на частоте дракона, вышвыриваю туда. 1, 2, 3, закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Посмотри, пожалуйста, сколько энергии и какая чистая вибрация до полного восстановления необходимых Галине? На 400 запрашивают. И? 28. И на счет 3. В макушку головы Галина начинает поступать 7. Поднимаем частоту вибрации Галины до числового значения 28 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, усваивается, распределяется наилучшим образом. 1, 2, 3. Так ей больше нравится. Отлично. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Галины в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Да, готово. Хорошо. Я отключаюсь от объекта и перемещаюсь в комнату диагностики. 1, 2, 3. Да, я здесь. Хорошо, Вера. Значит, у нас осталась сейчас тогда квартира. И сейчас начнем тогда квартиру чистить. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти квартиру 1970 года. 1, 2, 3. Ты стоишь перед дверью. Хорошо, чуть громче говори. И, значит, 3 устанавливается по всему периметру квартиры плюс полметра влево-вправо-вверх-вниз. И я даю команду. Значит, 3 притягивает в себя всех сущностей, все каналы, все воронки. Все чужеродное, что находится в этой квартире, не принадлежит энергетике. Галинина притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложниками. 1, 2, 3. И устанавливается в большой комнате. Готовно. Хорошо. Кто у нас там? У нас черт играет. Я понял. Кто-то не понял. Считай информацию. Ты черт был уже в этой квартире, да? Нет, он вообще в недоумении. Да ты что сюда пришел, паразит? Нет, ты что не видел, что эта квартира охраняется нами? Ты не видел этих символов всех? Ты не видел этих защит, которые стоят? Он в воронки зашел. Где эта воронка? Блуждающая воронка? Воронка блуждающая, а зашел он через какой-то портал, она прошла. Подними меня над квартирой. И я на счет 3 поднимаюсь над квартирой 1, 2, 3. И бери свой ручной скейнер плеяд и сканируй полностью квартиру. В местах интерференции автоматически загораются ярко-красные маячки. Ты видишь их четко и ясно. У нас пробита входная дверь. И черт зашел. Движение какое-то есть в этом. Кондиционер в окне. Кондиционер в окне? И там? Да, через него зашел. Там портал есть? Да. Воронка через него зашла. Сколько портала в этом доме, черт? Ну вот эти два есть. Дверь входная. И кондиционер, да? Дверь и кондиционер. Ты знаешь, черт, в принципе я бы тебя отправил на твою чистоту, но ты сделал одну большую ошибку. Ты начал мучить собаку. И вот это я тебе не прощу. Он говорит, что у нее два места. У кого у нее? У собаки. Я занял кресло, пусть спит на полу. Неправильный ответ. 50 тысяч герц удар черту. Он говорит, что ты меня долбишь, больно же. Следующий удар будет 500 тысяч герц. У меня от тебя останется одна шкурка. Я тебя могу прямо здесь сжечь. За это хамство. Ты не понял реально, кому ты попал? Черт, я не верну тебя назад. Все. За что ты, говорит, меня бьешь? Я и не мучаю ее совсем. За собаку. За собаку я тебя накажу. Что значит, пусть спит там? Ты, интерферент, ты зашел в чужой дом и говоришь, кому где спать? А я говорю, нет. Она сама мне разрешила. То есть, расскажи мне. С этого момента подробнее. Она сказала, черт, приди и поселись у меня. И дергай мою собаку за хвост или как? Как она тебя разрешила? Собака разрешила. Собака разрешила? Черт, ты меня за идиота считаешь. Мы с ней поделили места. Черт, ты меня считаешь за идиота. Да? Я тебе докажу, что это не так. Удар 100 тысяч герц. Да ладно, ладно, говорит. Пришел да занял место. Да ты офигел. Черт, я тебя сейчас сделаю два раза толще, чем ты есть. Три раза. Хочешь? Вот я посмотрю, как ты будешь ходить. Нет, не хочет. Хочешь, я тебе сейчас рога поставлю оленье? Ты что, издеваешься недавно? Я тебя реально сейчас накажу. Ты паразит. Ты не понимаешь всей серьезности. Своей ситуации, в которую ты попал. Я это все могу с тобой сделать. Прямо здесь. Так, Вера, давай начнем с воронки. Подходим к этой воронке, к кондиционеру. Ты ее видишь? Проявляйте. Ну смотри, воронка, она рядом с чертом. Хорошо. Под воронкой открывается портал. В галактическое дро она улетает. В галактическое дро. Один, два, три. Закрывай, опечатай, растворяй. Напугался, говорит. Предупреждать надо. Так же упасть можно. А что ты думаешь, что ты туда не упадешь сегодня-ка? Чуть не засосала, говорит. Бывает. Риск профессии. Поехали дальше. Где у нас вторая воронка? Смотри, воронка была в клетке. А вот где кондиционер, там портал. Хорошо, давай подходим к кондиционеру. И под кондиционером устанавливается большая воронка. И силам его намерения этот портал засасывается в воронку против часовой стрелки. Один, два, три. Уходит в галактическое дро на переработку. И вместе с ним все негативные патогенные энергии уходят туда, вниз. Да, готово. Отлично. И сейчас заливаем всю эту комнату, где находился кондиционер. И на все стены, потолки, окна в этой комнате устанавливаются печати царя Соломона. Один, два, три. Включаем их. Хорошо. Так, кто у нас там еще, ты говоришь, черт остался. Так, Вера, ты видишь, где черт оставил все свои вот эти вот, что он там разбросал в квартире? Вижу. Хорошо. Так, черт, вышел из клетки, метнулся и собрал все. Потому что после этого я включу поток абсолюта. Если хоть малейший микрон я найду, я тебя сожгу. Вышел и вернулся в клетку. Ну, по всей квартире осталось. Да, под кроватью Галины. Другой спальни, где кондиционер. В шкафу там что-то у него наверху. Кухни. Все, собирай. Я буду проверять. Если хочешь что-то найду, я тебя накажу сразу. Брал. Теперь подходим к рептам, да, у нас там, видите, вот, греи стояли, да? Два греи. Греи. Снимаются все маски и голограммы. Один, два, три. Если греи с кем-то связаны, выстраиваются сейчас каналы к ответственным. И ответственный по этим каналам притягивается в эту клетку. Один, два, три. Все ответственные, все, кто получал энергию, через греи притягиваются в эту квартиру, в клетку-тюрьму и становятся заложниками. Никого нет, греи. Только пришли два дня, как в коридоре начали устанавливать что-то. Ну что, греи, закончилась ваша тоже экспериментальная функция. Вы зашли не на ту территорию. За это вы будете серьезно наказаны. Я все сожгу, все, что вы принесли. Сожгу вашу тарелку. Все, полностью сожгу. Вам понятно? Они говорят, что это ущерб для нас. Конечно, это ущерб. Я и хочу нанести вам ущерб. Вы наносили ущерб Галине, а я буду наносить вам ущерб. Это называется карма. Вы получите назад все, что вы сделали. И я даю команду. Все конструкции, все, что установили греи в этой квартире, сила моего намерения сейчас, притягивается и зависает перед их клеткой. Один, два, три. Все выходит, все конструкции. Все на чистоте греи, что находится в этой квартире, отключается и летит перед клеткой, формируется в шар. Все наматывается. Это на входную дверь, если в эту квартиру заходишь, слева стороны угол весь что-то установлено. И из этого угла, сила моего намерения всего до последнего микрона, влетает в этот шар, который крутится перед клеткой тюрьмой. Один, два, три. Все. На чистоте греи вся их аппаратура. Отлично. И я силам его намерения. Эта тарелка их тоже выходит из клетки и зависает рядом с этим мусором. Готово. Открывается портал в галактическое ядро и производим сброс всего этого мусора. Один, два, три. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Отлично. Я даю команду на все стены, на потолки, на пол. Заливаем. Один, два, три. Всю квартиру полностью. Входную дверь заливаем и снаружи, и изнутри. Дополнительно заливаем всю квартиру. И на все стены, потолки, двери, входные. Устанавливается в каждой комнате. Печати царя Соломона. Один, два, три. Активируем их. Да, есть. Хорошо. Так, квартира у нас сейчас защищена. Надо еще входную дверь убрать, портал. И подходим к входной двери, под ней. Устанавливается, открывая воронку против часовой стрелки. Один, два, три. В галактическое ядро. И засасываем этот портал. В галактическое ядро уходит до последнего микрона. Все чужеродное уходит в галактическое ядро. На переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Все. У нас все чисто. Так, черт. Я слушаю. Ты мне хотел что-то сказать? Попросить о чем-то? Извиниться, возможно, перед Галиной и ее собакой? Да, да. Извиниюсь. Не туда зашел. Хорошо. Если я тебя второй раз в этой квартире найду, я буду ее теперь регулярно проверять. Ты тоже никуда не уйдешь. Тебе это понятно? Старану обходить буду. Даже если двери будут открыты. Помни о сегодняшнем дне. Все понял? Да, понял. Открывается внизу портал на чистоте черта. Один, два, три. Черт забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту и забывает дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Так, меня беспокоит вот этот Греевский. Грей, как вы зашли в эту комнату? Как вы вообще в эту квартиру попали? Где вы пробили дверь? Через входную дверь. Через входную дверь. Залетели. Залетели. А почему она была? Кто ее пробил? Они не знают. А по-моему, они знают. Довижения. Там, где движения, там часто открываются порталы. Если бы эта дверь была закрыта, как сейчас, вы бы смогли зайти сюда? Со временем она слабывает. Это верно. Хорошо. И тогда мы делаем следующее. На пол, на потолок, на все стены, в каждой комнате, на окна, на двери, на балкон, если есть, везде устанавливается. Один, два, три. Делаем невидимыми. Один, два, три. Устанавливаем купол, защитный купол фиолетового цвета над квартирой. Один, два, три. Подключаем ее к энергии. Абсолютно не требует дозаправки. Включаем 500 тысяч герц. Один, два, три. Вся квартира от входной двери находится в куполе. Ни одна низкая операционная сущность не сможет войти в эту квартиру. Если она войдет, она сгорит. Да, будет так, а так и есть. Готово. Хорошо. Так, все, Греи. Все вот это, что они уже убрали. Вы готовы уходить? Они готовы уходить. Если я второй раз вас в этой квартире встречу, исследователи, то на этом все ваши исследования закончатся. Им очень некомфортно без их летательного аппарата. Да, ты что. Давай попробуем материализовать. И насчет три материализует. Это точно такой летательный аппарат, который у них был. Один, два, три. Он говорит, что это примерно как запаска на ваших машинах. Хорошо. Есть она или нет? Да. Хорошо. Все. Писадите свою тарелку. Больше я вас не вижу в этой квартире. Вам все понятно, да? Да. Типа долететь можно, но это не то, что было у них. Ну, это понятно уже, что есть. Иначе вы плыли по вселенной. А так получили еще средства передвижения. Это вам. Когда придете домой, узнаете, с кем вы разговаривали. В ваших мирах Греи нас очень хорошо знают. Поэтому больше никогда так не поступайте с теми клиентами, которые к нам приходят. Мы их всех всегда будем контролировать. Все понятно? Да, понятно. Открывается наверху портал на частоте Греи в 1, 2, 3. И они улетают с огромной скоростью в направлении, куда они там должны долететь. Закрывая, печатая, растворяя. На этом корыте с огромной скоростью не получится. Ну, как долетите? Готово. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо. Все, мы здесь в этой квартире закончили. И сейчас давай еще открываю над квартирой. Поток абсолютно над полностью над всей квартирой. Сжигаю все остаточные негативные энергии, которые могут находиться от интерферентов в этой квартире на счет 3. 1, 2, 3. Пошел свет любви отца. Сжигает весь негатив в этой квартире. Квартира становится стерильная. Поток идет, и клетка у нас здесь. И открывается под клеткой портал в галактическое ядро. 1, 2, 3, она улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Покол. Хорошо. И оставляем поток света включенным. Выключится в автоматическом режиме, когда полностью все уничтожится. Никакой негативной энергетики в этой квартире больше нет. Закончили? Да. Хорошо, Вера. И на счет 3 перемещается к входной двери. 1, 2, 3. И еще на входной двери мы устанавливаем печать царя Соломона. Включаем ее на полную мощность. 1, 2, 3. Все. Мы закончили. И отключайся от квартиры и перемещайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok